МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С момента, когда начали делать какие-то выходы, акции, контроль и прочее. Но мы сейчас узнаем об этом подробнее. Валерий Семенищев, председатель территориального общественного самоуправления Ленина-20. У нас в гостях. Добрый день. И Кирилл Писный, активист движения «Трезвые дворы». Добрый день. Поводом, собственно, встретиться послужил пост Валерия, где? В Фейсбуке, ВКонтакте, в Фейсбуке. Где вы, Валерий, прямо обращаетесь к людям, присоединится к вам, откликнуться, я цитирую в личном сообщении тех, кто готов участвовать в рейдах, возможно, раз в неделю, раз в месяц или в более удобном своем формате, сообщить об известных вам традиционных местах распития алкоголя и времени, когда это обычно происходит в этом месте, перепостить. Ну и что? Как обращение? Собрало какие-то отклики? Да, люди обращаются, заинтересованы. Кто-то изъявляет желание прямо сейчас приступить к проверкам, кто-то говорит, что через недельку подъеду, пожалуйста, про меня не забудьте. Также люди пишут уже по местам, где традиционно молодые люди распивают алкоголь, соответственно, просят не забыть про них. А давайте мы прямо расскажем, какие места именно описывают, где собираются любители выпить и расслабиться. Ну, обычно, традиционно, это парки. На какие парки особенно жалуются? Это Кирилл Унералов. Да, центральный парк имени Сергея Мироновича Кирова рядом с цирком. Постоянно поступают жалобы. В принципе, в пятницу, в субботу, придя туда, вы можете сами наглядно убедиться в том, что там занимаются распитием чуть ли не на каждой скамейке. Также проблемное место – это набережная Грина и, получается, Александровский сад. Там тоже зачастую происходит распитие в выходные дни. Это проблема, с которой… Две такие ключевые точки у нас получаются. Да, 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 пожалуй. Вот в антагонисту эти места можно привезти парк за филармонией. На удивление, там как бы такое место, где можно… В принципе, как Арина, нет такого, да? Да, да, да. Вот. Поэтому эти две точки, на которые мы будем делать акцент, делаем акцент и постоянно ходим туда в рейды. Вот расскажите, как вы этот акцент делаете. Что значит выходить в рейд? Кого вы там ищете? На что обращаете внимание? Мы, во-первых, в принципе, рейды обязательно снимаем на видеокамеру, для того, чтобы избежать различного рода провокаций и встречных заявлений в полицию. А она прямо видна? Это видеокамера? Как вы ее обозначаете? Да, видна обязательно. Вы людей предупреждаете, что вы их снимаете? Это видно, и мы предупреждаем. То есть мы, в принципе, подходим сразу же с включенной видеокамерой, чтобы, опять же, не нарушать никакого законодательства, самим не попасться на уловки какие-то. И делаем замечание. То есть напоминаем, прежде всего, людям то, что распитие спиртных напитков в общественных местах у нас запрещено законом. Даже в бумажных пакетиках? Даже в бумажных пакетиках. Там, в бутылке из-под молока или из чего-то еще там. Из-под сока. Из-под сока, да. То есть что угодно может быть. Мы подходим и спрашиваем, распивают ли они спиртные напитки. Если граждане сознаются, то напоминаем им еще раз, что требуем, вернее, чтобы они прекратили распитие, прекратили нарушать закон. А если не сознаются? Вы же не будете отбирать пакетик с бутылкой или пробовать что-то. Но здесь мы больше делаем акцент на совесть. Господам просто просим все-таки разговаривать. Не теряя достоинства. Если уж вы распиваете, то осознайтесь честно. И что обычно происходит? Как на вас реагируют? Совершенно по-разному могут реагировать. К сожалению, зачастую пытаются игнорировать требования. Вы не полиция, вы не имеете права. Что говорят вам конкретно? Даже более того, вы тут, молодые люди, к нам подошли, что-то пытаетесь нам рассказать, что мы нарушаем закон, хотя вот мимо только что нас прошли ППС и ничего нам не сказали. Кто вы такие, да? Да, собственно. Кто вы такие, кем вы себя возомнили. Приходится объяснять, что, возможно, ППС не знали, возможно, куда-то спешили и так далее. И вызывать зачастую. То есть, если человек встает в позу, начинает спорить, кричать, ругаться, иногда материться, зачастую даже материться. Поэтому нам приходится вызывать полицию. Полиция реагирует быстро? К сожалению, нет. К сожалению, нет. То есть, на данный момент есть проблема в наличии патрулей в перечисленных местах. То есть, в Александровском саду, в Кировском парке. А вы выясняли, сколько патрулей как раз в этих точках ежедневно выходит? И в какое время они ходят? Есть там какая-то цифра? У них есть, но я сейчас не готов цифры назвать, там графики, но... Здесь я могу подключиться. А давайте, Валерий. Мы для того, чтобы в полицию прилечь к этим рейдам, собственно, чтобы как-то было более эффективно, результативно эти рейды, соответственно, ходили в областную полицию и договорились о том, о совместных рейдах. То есть, они выразили, как бы сказать, нам полную поддержку. Вот сказали, что давайте мы рейды совместно организовываем. Понятно, что вот рядовые... Когда ходили? Мы пока с полицией не ходили. Единственное, один рейд был, он как-то... Я так понимаю, что... А договаривались-то вы когда? Мы ходили на прошлой неделе, это было в среду. А, ну то есть, это еще вот буквально. Да, вчера еще ходили. То есть, у нас такой организационный этап идет. То есть, в ближайшее время будем делать это вместе с полицией. И администрация Первомайского района к вам присоединиться готова, да? Судя по вашему поступку. Да, в следующий понедельник мы будем встречаться там на оргкомедите Первомайской администрации. Там будут приглашены руководители Центра местных активностей. Соответственно, они по злачным местам нам расскажут информацию, какая вот есть у них. То есть, они, собственно, тоже запрос такой дадут и будут спрашивать. То есть, распоряжение от чиновников Первомайской администрации по ТОСам уже разлетелось, да? Или просьба не распоряжения, просьба обозначить вот эти места, которые вы называете злачными. Ну, в процедурном моменте я, наверное, не знаю, как это у них происходит. По крайней мере, вот конкретно в данном, в конкретном моменте. Но знаю, что запрос определенный был сделан, и информация должна быть, по идее, к понедельнику как-то подготовлена. — Тогда нам сейчас нужно вернуться к исходной точке и попросить вас рассказать о вашей организации «Трезвый город», когда она создалась, и кто в нее входит. — Да, вообще, очень интересно. Называется «Трезвые дворы», а патрулируете вы в основном парки. — Получается. — Ну, «Трезвые дворы», «Трезвый город», «Трезвая страна». Это как девиз можно использовать вот эту фразу. Мы существуем достаточно давно, я сам в движении около года занимаюсь этими вопросами, к сожалению, или к счастью, но это остается фактом. — Это кировская организация? — Это организация федеральная, и даже в Кирове она присутствует как франшиза, то есть родоначальник ее находится в Челябинске. — Так слово «франшиза» заставляет меня задуматься. — На самом деле, насколько мне известно, то есть даже на федеральном уровне там никаких грантов речи не идет. Это сугубо добровольное дело, организация имеет неформальный статус, поэтому постоянно состав участников ее в Кирове в том числе меняется. Иногда много желающих принять участие в рейдах, иногда мало, иногда побольше времени у организаторов для того, чтобы собрать людей, для того, чтобы проводить рейды. — Это что-то типа ночного патруля, только не за автомобиле любителями, а за пешеходами. — Совершенно верно, да, очень похоже. В принципе, мы не брезгуем и ночными патрулями, то есть мы свою сферу деятельности не только на алкоголь распространяем, ну, на распитие алкоголя, нарушение в этой сфере, но и на продажу незаконной алкогольных напитков. То есть писали заявление у нас, вот папочка у меня лежит, она постоянно пополняется сейчас, еженедельно мы находим места, где продают алкоголь в неустановленное время, зачастую продают несовершеннолетним. — А то есть торговые точки вы тоже мониторите, да? — Ну, сейчас вот это, мы уже встретились с представителями полиции, областного УМВД, получили поддержку, добро на то, чтобы вместе взаимодействовать в этом вопросе именно для достижения большей эффективности. Потому что зачастую, когда заявление пишется на несанкционированную продажу алкоголя, отвечать приходится гражданину, продавшему этот алкоголь, как гражданину. То есть штраф на физическое лицо, он там крайне мал, и в принципе дальше происходит торговля алкоголем в том же режиме, в каком и происходило. Поэтому мы хотим добиться того, чтобы именно отвечали юридические лица, должностные лица и платили столько, сколько написано, столько, сколько следует им по закону платить. — Раз уж об этом заговорили, а что для этого нужно сделать? — Наверное, как-то контролировать... — Законодательство позволяет или его нужно менять? — На данный момент позволяет. Просто, возможно, стоит контролировать работу органов внутренних дел, чтобы они величательно к этим вопросам отходили. — Просто интересно, что они вам говорят? Почему штраф накладывается на физлицо, а не на юрлицо? — А ничего, я еще с одними материалами дела не знакомился. — То есть вы на начальном этапе здесь? — Да, поэтому пока об этом сложно говорить было бы предметно. — Ну и вот нам сейчас придется прерваться буквально на одну минуту. Все-таки хочется про организацию поподробнее узнать. Сколько там еще участников, кроме двух присутствующих здесь? — В принципе... — Прервемся на минуту, после этого продолжим. — Общественные активисты объявили охоту на любителей выпить во дворе. Вот так мы обозначили сегодняшнюю тему. Выяснилось, что любят выпить не только во дворах, а особенно любят на набережной и в парке Кирова выпивать наши граждане. — А в парке Гагарина не любят возле филармонии. — Там филармония, видимо. — Давно предлагалось все-таки из этого парка сделать детский парк, потому что там действительно очень много детей. — Валерий Семенищев, председатель территориального общественного самоуправления «Ленина-20». У нас в гостях и Кирилл. Писные активные движения «Трезвые дворы». — И мы хотели, чтобы все-таки было понятно, что за движение «Трезвые дворы». Из того, что вы рассказали, Кирилл, до перерыва, это добровольное объединение. Никаких членских взносов, гарантов, официального оформления. Это не НКО никакое. Это просто люди узнают друг друга, звонят друг другу. Или, как поступил, например, Валерий, в Фейсбук. В Фейсбуке списываются и выходят на какие-то совместные рейды. — Сколько сейчас членов вашей организации, добровольного объединения? — Ну, так как формальных списков мы не ведем, и так как деятельность — это сезонная, то есть, сами понимаете, распитие больше дело летнее, на улице. Вот сейчас, на данный момент, можно сказать, что костяк у нас человек 5-6. — На весь город. — Да, да. И, ну, вот, группа ВКонтакте насчитывает 2000 человек, но это совсем уж номинальная. — Это кировская группа. — Кировская группа «Трезвые дворы», да. И, ну, может быть, человек 20, который вот систематически, скорее, редко, чем часто, но иногда присоединяется к рейдам к нашим. — Ну, вот, Валерий, вы как попали в это движение, как вы узнали о нем, и что вас мотивировало? — Ну, я являюсь старшим дома, Ленина, 20, как уже было озвучено. Вот, дом у нас большой, двор большой, скамеек много, соответственно, я с распитием в общественных местах сталкиваюсь практически каждый день. — А распивают местные жители или какие-то приходящие, заходящие? — У нас на первом этаже магазин «Глобус», соответственно, купил, пришел, выпил. Вот, есть жители... — На троих. — Да, бывает на троих, бывает на семерых, вот, и приходится с ними стоять и рассказывать веселые истории про вежливость и нехорошо так себя вести. — То есть это не ваши жители? Те, кто купил, зашел и выпил, это не ваши жители? — Есть у нас несколько наших жителей, которые тоже любят попить у нас во дворе, но, в принципе, мы с ними не по разу уже говорили, и обычно такого уже не происходит со стороны наших жителей. Хотя иногда бывают некоторые моменты... — Так, почему они вам мешают? Вот если ваши, например, да, почему они вам мешают? Они себя как-то непорядочно ведут, мусор после себя оставляют, шумят. — Что такого? Вышел на лавочку, на набережную? Тихонечко. — Ладно, на набережную, в своем дворе. Ты вышел вот на лавочку? — Сидишь, да. — Ну, здесь я могу ситуацию разъяснить еще, потому что трезвый двор, это не только во дворе Валерия Семенщикова, такая ситуация происходит во многих совершенно дворах Кирова и страны. И здесь та самая большая проблема, то, что распитием занимаются на детских площадках непосредственно. — Это, безусловно, нарушение закона. — И зачастую, когда рядом гуляют дети. Соответственно, самая большая проблема вот здесь, это плохой пример детям. И то, что дети эти могут увидеть, собственно, в процессе распития. Потому что, ну, сами знаем, как алкоголь влияет на наше население, на людей. — Можно я расскажу? Все-таки свой пример. Может быть, я больше года этим в своем дворе занимаюсь, примерно представляю, к чему это. — То есть, прошлого лета вы начали, да, активную? — Ну, гонять со двора выпивающих, да, я начал, в принципе, два года, как уже этим даже занимаюсь. То есть, получается, как? То есть, если кто-то сидит на лавочке, соответственно, после этого люди проходят мимо, они понимают, что здесь можно сидеть выпить. То есть, одна компания посидела, после этого компании три как минимум здесь посидят. Вот. Лавочек у нас много, соответственно, у нас раньше во дворе традиционно было тепло, все лавочки заняты, бутылка пива, где-то водка. То есть, это стало нормальное явление. Сейчас приходишь, сейчас уже это как исключение идет. Сейчас подходишь, вежливо просишь, ребят, уходите, уходят. Как-то вот это уже так стало складываться. Но это первое, самое главное, это даже не пример детям, а пример того, что, пример взрослым, которые приходят, здесь пьют. Да, конкретно моральные моменты, то, что дети увидят, это, конечно, тоже налицо, это реально работает. В каком смысле? У нас рядом три школы, и вот подростки приходят, неблагополучных семей, они, может быть, не пьют, но они видят, как себя взрослые ведут, они начинают выступать и доказывать пенового урта, раз вот этим могут, значит, я тоже могу. А он слов не понимает, он, если у него такой характер, он будет биться до последнего. Я маму приглашу, полицию, то есть, это сложно. Дальше. Это распитие конкретно на лавочке, во дворе, это семечки, это наплеванное, это алкоголь, бутылки, то есть, мусор, это стены мокрые и кусты. Вот, соответственно, это шум. У нас дом достаточно большой, дом Лепсе сдавался. То есть, у нас сейчас достаточно... У вас сколько подъездов, напомните, пожалуйста? 14 подъездов, да, то есть, у нас, грубо говоря, половина дома... И девять этажей, да, по-моему? Девять этажей, то есть, половина дома, это пенсионеры, соответственно, это проблемы со здоровьем, это давление, тем более в жару, это сложности сна, допустим, да, а молодежь... Открытые окна? Да, открытые окна, и, соответственно, весь этот шум человек выпил, хорошо ему где-то вскрикнул, где-то посмеялся громко, ему удобно, а бабулька, допустим, она услышала это, а потом уже без таблеток заснуть не может. А утром смотришь, у нас у подъезда, после такого теплого, жаркого вечера, приезжает то к одному подъезду скорая, то к другому. То есть, это реально насказывается на здоровье пожилых граждан, которые в свое время... Не только пожилых. Ну, естественно, но просто это так наглядно, да. Да, пожилые, конечно. Я хочу сказать нашим слушателям, что наши гости сообщили еще в начале нашего эфира, что принимают сообщения о том, где, в каких местах активно распивают спиртные напитки. Я сейчас продемонстрирую пример такого сообщения, и сама это сделаю. Мы знаем, что недостроенные объекты очень активно привлекают, конечно же, любителей выпить и подростков, о которых вы сказали. У нас на улице Горбачева, где я живу, в Овраге, есть недострой, в котором планировал в свое время распрекрасный центр китайской медицины. Он недостроен уже много лет, и строить его никто не собирается. И вот этим летом его стали активно эксплуатировать уже не люди без определенного места жительства, а именно любители выпить и подростки. Они там каждый день, буквально. И что там творится, это примерно то, что вы рассказываете. Крики страшные, когда это не подростки, а вот слегка перепившие люди. Подростки там находятся постоянно тоже с бутылками. Прости, пожалуйста, вот можно я уточню, это в дневное время происходит или в дневное и в вечернее? И в дневное и в вечернее. Я как житель этого дома напротив могу точно это сказать. Наш дом точно такой же. Половина сдана, половина недостроена. И там компания собирается. У меня был такой опыт, Валерий, как у вас. Я подходила буквально и просила с ребенком, чтобы не оставляли бутылки. И добрые ребята, клятвенно, мне обещали, что не оставят. Но после всего этого, после выходных остаются и семечки, и бутылки, и все, что вы перечислили. Вот на такие недострои нужно обратить, конечно, внимание. Улица Горбачева, 32. Обратите, пожалуйста, внимание. Я буду вам очень благодарна лично. Хорошо. Да, потому что спать не приходится, особенно в выходные дни. Веселые песни, бой стекла. Это, конечно, очень приятно. Хорошо, что не друг друга. К Валерию возвращаемся. Это тоже на Ленина, 20. А вас поддерживают ваши соседи, ваши деятельности? Да, поддерживают. То есть я совету дома попросил, чтобы мы участвовали в этой борьбе, скажем так, с увеселительными мероприятиями в нашем дворе. И они часто тоже, когда заведят пищу компанию, звонят в полицию. То есть вы вот так только боретесь? Ну, я лично хожу. Разговоры и полиция? Я буквально обходом скамейек занимаюсь. То есть смотрю, если люди распевают, я прошу ребят, можно ли вам не в нашем дворе распевать? И вот, соответственно, они уходят. И они уходят на набережную Грида. Вот вам интересна вот эта вещь. Расскажите, пожалуйста, мы остановились на том моменте, когда вы вызываете ППС или вызываете полицию, например, в какой-то момент. Дальше что происходит? Вот в лучшем, в хорошем случае приезжает полиция. И что? Что грозит этим товарищам? В моем случае во дворе, то есть как происходит? Они приезжают, смотрят. Если они пьют в пакетах, соответственно, они сделать что-то не могут. Вот. И реально, если полиция, вот конкретно вот эти полицейские... То есть приезжает полицейский, там сидит компашка, они пьют, у них там эти помашные пакетики. Значит, эта компания мило улыбается ППСникам и говорит, а то что? Мы не нарушаем. ППСники говорят, да, ребят, давайте дальше. Что происходит? Поэтому Валерий Сергеевич к нам, в принципе, обратился. То есть мы как срослись-то здесь именно организация, которая занимается трезвыми дворами, и вот старший дома. Он обратился к нам с просьбой заходить в его двор почаще, чтобы его контролировать, потому что там действительно это случается достаточно часто. И мы, в принципе, уже были, становились свидетелями, но, правда, обходилось без полиции. И вот когда полиция застает людей с пакетами, и они говорят, что они пьют там сок или еще что-то, мы, тем не менее, настаиваем на составлении протокола, составляем его, просим, чтобы сотрудники полиции предложили гражданам пройти медосвидетельствование. Если они отказываются, это все вписывается в протокол, и дальше происходит судебное разбирательство. Кирилл, я прошу прощения, мы как-то занимались этим вопросом, когда у нас была программа про Бар Чапай, и я, насколько понимаю, не имеет права полиции человеку, пешеходу, не за рулем, никакое там медицинское освидетельствование проводить и прочее. Никаких мер административных даже за отказ от этого освидетельствования не будет. И не будет. И не будет. Это предложение, это предложение, но это фиксируется все, как бы. А эффект-то тогда в чем? Эффект в том, что мы снимаем обязательно все это, продолжаем видеосъемку, как это было сказано в начале, когда человек допивает и выкидывает, мы смело подходим к мусорке, в каком бы она виде ни была, там, одевая перчатки, да, или беря бумажку, достаем из бутылки и смотрим содержание алкоголя. Так, и все это зафиксировано на видео, то есть было видно, что этот человек выбросил этот конкретный пакет. Именно так, потому что иначе это не имеется, если мы там хоть на минутку приостановили видеосъемку или еще что-то, это уже не будет иметь веса для полиции. Поэтому мы внимательно к этим вещам относимся, зачастую берем побольше операторов, чтобы было побольше ракурсов и возможностей все это запечатлеть. И тогда, собственно, нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Достаточно скромная мера наказания, мы считаем. Вот здесь, возможно, следовало бы выходить с какими-то предложениями, чтобы исправить ситуацию. Но вообще, по системному решению вопросов, зачастую люди ссылаются на то, что не знали, что нельзя пить. Зачастую. Они искренне это говорят? Искренне говорят, что мы не знали, что нельзя распивать в бутылке, даже без пакетика. Мы не знали, мы думали, можно. Поэтому приходится сначала объяснять, если не следует нашим советам, нашим призывам выбросить алкоголь, приходится обращаться в полицию. Мы понимаем, что выходит 5 человек, которые составляют костяк вашего объединения. И чтобы проводить такую подробную видеосъемку и довести дело до какого-то штрафа, вы в день за один рейд одного человека или одну компанию можете сопроводить, не больше. Это очень трудозатратная история. И для того, чтобы она, например, обрела какой-то больший резонанс, вам необходимо пользоваться, я так понимаю, средствами массовой информации. Как это делал как раз ночной патруль через различные телевизионные передачи, где как раз это все показывают. У вас есть какие-то такие договоренности или намерения? — Намерения, конечно, есть. То есть мы хотим системно решать этот вопрос. Не просто выходить вот так, действительно тратить кучу времени на одного человека, который еще и не поймет после этого. На принцип пойдет, скажет, а я все равно приду и буду пить, потому что полторы тысячи могу платить. Могу себе это позволить. — Ну, в общем, да. Кто-то и может. Поэтому мы, во-первых, хотим осветить следующий масштабный рейд с сотрудниками полиции, который состоится, я полагаю, уже на следующей неделе. Обязательно пригласить средства массовой информации. В дальнейшем мы хотим разослать пресс-релизы в СМИ, то есть с нашими предложениями, с нашим, так скажем, манифестом. В том числе хотим простейшим путем доносить до людей то, что здесь в определенных местах общественных нельзя пить, расставляя банально таблички. Потому что зачастую, ну, действительно, люди не знают. То есть те, которые вот с искренним видом говорят, что мы не знали, что пить здесь нельзя, они действительно не знали. И действительно помогают такие таблички, как курение запрещено. — Очень помогают. Особенно в парках. Вот когда их поставили, ты уже смело можешь подойти и сказать, товарищ, давайте вы не будете курить. И когда тебе отвечают, что такое, я тут имею право, достаточно указать на табличку, они очень быстро вот как-то сразу ретируются. — Я тебе должна сказать, вот мы с Валерием переписывались как раз в Фейсбуке под его постом об акции, там, да, о старте этой акции. Я Валерию тоже написала, когда вот написал, особенно про пожилых людей, что крики, шум, значит, и потом вызывает скорую, да. Был опыт такой или нет? Вот мне кажется, что в Европе эти вещи очень хорошо работают. Вот помнишь, там вот эти таблички, например, пожалуйста, не паркуйте здесь машину, здесь выезжают инвалиды, да. Вот в Европе люди увидят этот плакат, действительно, там, вот, 10 метров они машину оставят. У вас как? Вот если рядом с лавочкой просто поставить, ну, по-человечески написать, что люди, блин, ну, не пейте же здесь, здесь дети. — У нас рядом с лавочкой, объявлений таких нет, у нас есть объявлений рядом на детской площадке. Вот вокруг всей детской площадки повешено объявление «не пить, не курить, собак не выгуливать». Не очень помогает, то есть реально не помогает. — Ну, это просто написано в таком запретительном, да, вот формате. — Да. — Урить запрещено. — Да. — Может быть, да. — Может, как-то покреативить с обращением к соседям за струны, за какие-то подергать. Кстати говоря, очень неплохо оформили в своё время вот такие щиты в сквере 60-летию Комсомола. Помнишь, когда ещё Вячеслав Николаевич Симаков, будучи главой управления богоустройства, тоже долго рассказывал, что с собачниками очень тяжело бороться, вот выходит тоже в рейды, всё равно не собирается. Но, тем не менее, вот эти вот рейды постоянные, разговоры с ними, да, с собаководами, и плюс информационные стенды, которые такие интересные, они симпатичные, да, там, такие мультяшные, я бы даже сказала, мне кажется, возымели своё действие, потому что, ну, сейчас там достаточно спокойно, и люди там не пьют, не курят в этом сквере, и с собаками не гуляют, по крайней мере, днём точно, может быть, по утрам что-то такое бывает, совсем ранние выгулы, но порядок навели, то есть это действенное место. Белое бы здоровье, если кто-то из нас, из тех, из художников, кто нас сейчас слышит, предложил свою идею, как раз креативно для этого. Хорошая история, правда, для активистов и красивого Кирова, и строим Киров, и ваших активистов, и студентов покреативить на... На плакат. На плакат. На плакат. Прервёмся на две минуты. Реклама. Продолжается программа «Дневной разворот». Анна Лапшина, Светлана Занько, наши гости Валерий Семенищев и Кирилл Песней. Разговариваем о движении «Трезвые дворы» и о том, что общественные активисты объявили охоту на любителей выпить. Не только во дворе, как мы выяснили, но и в парках. Да, в парках и на набережных. Давай рассказывай свою историю, ребёнок 90-х. Свою историю рассказывай. Хорошо. Я продолжу. Мы с Валерием, да, начали обсуждать эту тему ещё у него в Фейсбуке. Я ему написала, что, в принципе, я, например, вот как ребёнок 90-х, который видел, наблюдал всё, да, ещё до принятия вот этих всех законов о невозможности распития в общественных местах, я всё это видел, я всё это наблюдала. И я, честно говоря, не очень понимаю, в чём большая проблема. И может быть, даже участвовала, я так понимаю. Возможно, и да, было дело, да. Но это уже не в детском возрасте, конечно, да. Если человек себя ведёт культурно, если он не оставляет за собой мусор, вот то, на что вы жалуетесь, да, там, семечки, ещё что-то. Если он не шумит, если это происходит интеллигентно и вежливо, ну, посидели они, ну, выпили они это пиво по бутылочке и разошлись тихонько. Интеллигентные выпивохи такие. Ну, что значит, выпивохи? На них охотитесь? Светлана, Светлана, бутылка пива – это не выпивохи. Я же ласково сказала. Ты же понимаешь, особенно, когда жарко. Я не про себя сейчас. Я даже симпатии как-то скажу. Где-то граница, когда человек начинает терять свои культурные очертания. Где? И этой границы нет. То есть, вот, если привести, утрировать ситуацию, привести, в пример, ночной патруль, они же тоже… Я чуть-чуть выпил, со мной ничего не случится. Нет, простите, пожалуйста, ночной патруль, там другая совершенно история. Там люди в состоянии подпития садятся за руль, а машина – это всё-таки в этом случае средство повышенной опасности. Получается, в том, что он сначала выпил, а потом подумал, ничего страшного. Вот эти культурные моменты, они после того, как человек выпил, они начинают размываться. И на лавочке, когда он сидит, он ведь прежде, чем сесть за машину, наверное, на лавочке посидел. Так ведь? Не в машине же он пил. Да, то есть, скорее всего. То есть, эти культурные границы четко нет. Если можно было, грубо говоря, человеку сказать, что внутри какой-то голос говорил, всё, дальше пить нельзя. Или какой-то приборчик включался, красная лампочка, всё, надо уходить, культура заканчивается. Нет этого. А представляете, он выпьет в ресторане, а потом сядет на лавочку семечки есть. Что вы будете с ним делать? Попрошу вежливого, вызову полицию. За семечки? Ну, смотря как он их ест. Если он себе под ноги бросает мусор, это тоже нарушение. Поэтому мы не оставляем без внимания подобные факты. Прошу прощения, что перебил. Поэтому мы, собственно, выходим в рейды, как я уже сказал, не с типовыми только нарушениями, наблюдаем за ними, но и вот подобные вещи, чтобы по максимуму привлечь людей. Был такой случай, когда мы отправились, собственно, в пешую погоню за человеком, который сначала сказал, да, вызывайте полицию, но дождаться её не смог. Мы пошли на принцип так же, как и он. Проследовались за ним через полгорода, снимали, как он нарушает вплоть до того, что правила дорожного движения, пытается переходить на красный свет. Всё это потом предоставили. Отрывался от вас, да? Взяли под опеку. Но протокол был составлен и передан в суд. Суд, по-моему, ещё не состоялся. По результатам пока ещё рано говорить тоже. Вот смотрите, на самом деле, Аня совершенно права. То есть вот всё-таки категория граждан, несмотря на то, что вы говорите, действительно, когда человек выпил, границы размываются, и этот интеллигентный товарищ может превратиться в одночастие совершенно другого человека. Тем не менее, есть люди, которые живут этим, да, мы понимаем социальные такие элементы, которые просто в состоянии опьянения находятся нон-стоп. Есть интеллигентные компании, которые, может быть, сразу реагируют на ваши сообщения. Есть подростки, которые стоят в позу и, может быть, даже выражают агрессию, когда вы пытаетесь их там получать, ловить и так далее. Со всеми разные методы работы. Или вы ко всем одинаковые методы всё-таки применяете, и на ком вы больше делаете акцент? Ну, разумеется, методы совершенно разные. Если мы видим, что человек адекватен и настроен прислушаться к совету, то просто требуем, чтобы всё-таки он утилизировал алкоголь, потому что только так можно совершить, ну, закончить, вернее, совершение акта правонарушения. И, соответственно, к тем, кто встаёт в позу подростки, кстати, зачастую реагируют именно достаточно спокойно, понимая, что им там грозит ответственность не только по закону, но ещё перед родителями. Соответственно, тем, кто находится в уже изрядном подпитии и проявляет агрессию, там некоторые активисты носят с собой персовые баллончики, чтобы избежать всяких ситуаций. То есть нужно самообороняться. Но, опять же, всё это мы снимаем на видео, чтобы не было никаких к этому причин, что человека избили, напали там и так далее. — Слушайте, ну вы же никак не отслеживаете этих людей. То есть вот вы в парке к ним подошли, хорошо, они утилизировали алкоголь либо внутрь, либо в урну, встали и ушли. Всё, они сказали, ребята, мы всё поняли, встали и ушли. И дальше они, например, переместились куда-нибудь, где вы их не найдёте, и продолжили своё чёрное дело. — Ну у нас ведь пить-то нельзя не совершенно везде, да? У нас можно распивать в собственных квартирах, в собственных домах, в кафе, в ресторанах. — Ну иногда хочется просто на улице, на пляже, например. — Пожалуйста, это культурные люди, которые... Хочется, но нельзя. И всё-таки закон есть закон, и он один для всех. Мы требуем, чтобы он соблюдался от всех. — Каких... Ну вот, смотрите, вы сейчас договорились с областным ОМВД. Я вижу, что вместе с депутатом Заксобрания Фёдором Киселёвым хазели на следующей неделе, вы говорите, будет совместный рейд. А с какой частотой эти рейды могут продолжаться до конца сезона? — Я думаю, актуально было бы выходить раз в неделю, или даже два раза в неделю, пятница, суббота, как раз когда засилья наиболее, так скажем, злачные места, они вот становятся прям населёнными исключительно распевающими гражданами. И мы будем выходить, сколько бы нас ни было, там вдвоём, втроём, четвером, с полицией или без полиции. Мы будем этим заниматься, потому что, ну, так вот по маленькому шажочку хотим добиться своей большой цели, чтобы люди стали меньше пить. У нас же Кировская область, по разным данным, там в пятёрку всегда входила, или, ну, как минимум, в десятку самых пьющих регионов. И это большая проблема. То есть мы сожалеем, что у нас нет возможности как-то участвовать в отдалённых районах области, в городах других областей. И призываем, собственно, активистов иных населённых пунктов нашу инициативу поддержать, развивать это движение. Там мы готовы оказывать правовую поддержку, там информационно, учить, подсказывать, как это движение развивать. Мы сами хотим съездить в ближайшее время в Слободской ещё, потому что там многочисленные жалобы поступают на те же самые проблемы. А народная дружина, она как-то с вами стыкуется? Ведь сколько лет она существует? Ну, давненько разговоры идут про дружину. Да, они вообще как-то активны в этом смысле? Они периодически возникают, а потом затихают. Они, собственно, и деятельность должна на это же быть направлена, я так понимаю. Охрана правопорядка. Ну, тем более у них, а у них есть, кстати говоря, доложи. У них полномочия есть, да. Полномочия, и с ними ходит целый милиционер, полицейский. Ну, он не с ними ходит, это скорее, они с ними ходят, с полицейскими. И нам уже в областном МВД предложили получить этот статус. Мы, к сожалению, не пересекались пока что в своей деятельности с народными. То есть вам в МВД сказали, становитесь народными дружинниками. Да, и мы сейчас, возможность получения такого статуса, ну, опять же, как я говорил уже, это добровольное сугубо дело для каждого, участие вот в нашем движении и, соответственно, становление дружинника. Мы сейчас рассматриваем статусы, привилегии, возможности, которые дают, перспективы, которые дают удостоверение дружинника. И будем, наверняка, предлагать участникам нашего движения тоже стать дружинниками. Посмотрим, чем это приведет. А Валерий? Валерий, планы? Планы? Я, во-первых, хочу ответить на ваш вопрос. Человек из 90-х все-таки, наверное, более правильно было ответить. То, что люди, которые сидят культурно, пьют пиво, выпили бутылочку, и, допустим, у них с культурой все замечательно, они все себя контролируют, после бутылки пива ушли. Самый главный минус в том, что они подают дурной пример. Потому что таких культурных, грубо говоря, ну, и всех, кто пьет, ну, процентов 30. А все остальные, они увидели, что здесь можно сидеть, и они потом... Вы таких-то тоже гоняете с вашего дворца? Да, вежливо прихожу, потому что дурной пример реально заразителен. Вот когда... А если они это ночью делают, когда никто не видит? Ну, круглосуточно, конечно, я не могу работать. Если шум какой-то раздается, я услышу, то в том числе приходится выходить и как-то тоже пытаться. Зря я это спросил, теперь будут ночами ходить, тихонько сидеть у вас на лавочках. Реально ходят у нас жители третьего подъезда, даже лавочку в свое время снял, просто потому что замучили. Это тоже выход, я хотела сказать, да, не пробовали ли вы убрать лавочки? Да, то есть мы боремся за благоустройство, чтобы поставить лавочки, а теперь... Вопрос в том, что без лавочек, то есть получается дом для кого? Точно так же для алкоголиков получается, чтобы алкогольники не пили. Я вижу, на самом деле, из этой ситуации, вот касательно дворов, а не общественных мест, а не парков и не набережных, только один выход. Это огораживать дворы заборами. Это бесполезно. Обносить дворы заборами, делать калитку. И желательно из профнастила. Нет, не из профнастил. Самый важный момент, чтобы не пили в общественных местах, это общественное мнение. То есть люди, жильцы дома должны в этом активно участвовать. Речь идет не про то, чтобы были рейды какие-то, но жильцы должны это не принимать. Неприятие, вот именно общественное мнение, это функция общества. Это не функция полиции. Вот то, что мы и спорили, это функция общества. То есть жители должны быть неравнодушны к этому, и только когда это достаточно эффективно будет преодолено, потому что реально распитие в общественном месте это некрасиво, нехорошо, это дурной пример. Я с Валерием совершенно согласна, а также согласна с Кириллом, что необходимо увеличивать штрафы все-таки за вот такое поведение на улицах нашего города. А я хочу и нашим гостям, и нашим слушателям напомнить одну историю. Я сейчас на сайте первого источника нахожусь и вспоминаю. 2013, по-моему, год, совершенно верно, май 2013 года Борис Павлович написал у себя в фейсбуке, что его вместе с супругой задержали полицейские в лесу на берегу речки Хлыновки, где мы устроили пикник за употребление спиртных напитков на глазах у детей. Совершенно верно. При этом полицейские им сказали, вот если бы вы вашу бутылочку спрятали в пакетик бы, ничего бы вам не было, а так административка. Я не помню, чем закончилась эта история, но, вероятно, штрафом каким-то небольшим. Ну, я думаю, что эта история была достаточно показательной, кстати. Да, но это было вообще не в местах массового скопления отдыха, насколько я понимаю, это где-то было то ли вересника, то ли еще где-то на берегу Хлыновки. Нарушил, ответил. Вот какой пример. Здесь полицейские детям как раз и рассказали, что так делать нельзя. Ну, с этими пакетами, кстати, тоже надо что-то решать, потому что это не выход, это наоборот скрытое потоконивание. На Ави-то, я вам скажу, продаются прекрасные пакетики под бутылочки, связанные, связанные и стоят 400 рублей, как написано. Да, я телефона не называла, это не реклама. Да, да, и адрес сайта. Кто-то бизнес на этом делает. Ну, слушайте, ну, магазины же делают на этом бизнес. Бизнес на этом, безусловно, делают. И вот, ребята, вы рассказали, что вы будете обращать внимание делать рейды по местам, точкам продаж торгового. Мы обязательно об этом тоже расскажем, как только у вас будет какой-то первый опыт. Анализ вы проведете, вы сказали, что жалобы поступают. Анализ будет какой-то проходить где-нибудь. Через месяц можно будет подбить такие итоги, да, какие-то промежуточные. Посмотреть, как реагирует на вас городская администрация, напомню, на следующей неделе, да, будет собран список этих злачных мест. Хотелось бы на него посмотреть. Вячеслав Николаевич, Симаков, обязательно запрос пошлем. Эти точки-то рассмотрим, опубликуем и посмотрим на результаты вашей работы. Мне кажется, что дело правильное, праведное, лишь бы оно не выливалось в агрессию и в переборные какие-то такие вещи, которых мы много видим в интернете, когда активисты чересчур много на себя берут и позволяют. Я надеюсь, что вы не такие активисты. Я тоже. Прекрасно. Итак, у нас сегодня в гостях был Валерий Сменищев, председатель территориального общественного самоуправления «Ленина-20». И Кирилл Песнея, активист движения «Трезвые дворы». Да, вам удачи, успеха. Надеюсь, что сознательность граждан вырастет благодаря вашей деятельности. Прерываемся на новости, рекламу, тематические программы. В начале следующего часа вернемся с депутатами Кировской городской думы 5-го созыва. Будем подводить итоги их работы. Да, они нам будут рассказывать, что они сделали хорошего для города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...